Союзник мой, моя сила. Могучий союзник это. Жизнь создает ее. И растит. Энергия ее окружает нас. И связывает. Но бойся темной силы. Гнев, страх, агрессия. Темная сторона силы это. Легко они приходят. Дают в битве поддержку. Раз вступишь на темную тропу. Навсегда на твою судьбу определить. Поглотит тебя она, как ученика Оби-Вана. Стар Ворс Баттл Фронт. Стар Ворс Баттл Фронт. Стар Ворс Баттл Фронт. Несмотря на то, что это популярнейшая франшиза, на которой уже выросло очень много поколений зрителей, фанатов. Престарелые дедушки собираются со своими бабушками на премьеру нового фильма, который выйдет в декабре. Фанатов Звездных Войн миллионы, если не миллиарды. И несмотря на то, что Звездные Войны существуют с видеоигровой индустрией, собственно, с самого ее рождения, да, с восьмибитных систем, приличных проектов за эти годы вышло до неприличия мало. То есть те, кто помнит 90-е, вспомнит Супер Стар Ворс, конечно же, X-Wing Тай Файтер, замечательные симуляторы для ПК. Те, кто присоединился к игровой индустрии в конце 90-х, всей плеяды игры по первому эпизоду, может быть, только отметят Стар Ворс Рейсер. Кто играл в игры с начала 2000-х, определенно вспомнит серию Джейзи Найт. До этого, да, там еще были несколько Dark Forces, но по-настоящему заиграли, да, как надо Звездные Войны именно в серии Джейзи Найт, а именно ко второй части. Тогда же, в начале 2000-х, вышла фантастическая Knights of the Old Republic, боеверовская. И, в общем-то, на этом все. Славная история игр по Звездным Войнам закончилась. Ну, с трудом еще можно вспомнить Republic Commandant, который был неплохой, и Force Unleashed, ну, который... был очень пафосный, но все-таки плохой игрой. И, в общем-то, да, со славных времен, когда игры по Звездным Войнам еще как бы радовали простого человека, прошло очень-очень много времени. А все потому, что LucasArts в какой-то момент решили, что негоже давать сторонним разработчикам зарабатывать на их интеллектуальной собственности. Нужно разрабатывать свои игры, и из этого, как мы знаем, ничего не получилось. Сейчас права купила Disney, сделана новый фильм, и, наконец-таки, снова решила работать со сторонними разработчиками. В качестве эксклюзивного партнера они выбрали Electronic Arts, и те зарядили сразу в производство кучи игр. Первая из которых, ну, стала таким проверенным шагом, они взяли свою лучшую студию, думаю, с этим спорить никто не будет. Дайс, которая специализируется на Battlefield, и заставили их сделать Battlefield на тему Звездных Войн. Правда, я так думаю, что слово заставили здесь не сильно применимо, потому что я практически уверен, что все разработчики супер и гики. И когда им сказали, что они будут делать игру по Звездным Войнам, они разве что только радостно подпрыгнули вверх и заорали, «Юху, наконец-то мы сделаем что-то кроме Battlefield». И это, на самом деле, видно самой игре, потому что Battlefront – это, ну, как бы абсолютно несвойственная игра с точки зрения вложения любви и души со стороны разработчиков. Это заметно просто с первого взгляда. Ну, что еще важнее, это, наверное, самый фановый взрывной и многокружительный сетевой шутер, который выходил за последние годы. Причем где-то еще на этапе беты, которая была буквально месяц назад, я думал, что это будет развлечение сугубо для фанатов, в чем нет никакой трагедии, потому что фанатов Звездных Войн – половина земного шара. Но когда я запустил финальную версию, я, честно говоря, прифигел. Потому что эта игра, я теперь уверен, не только для фанатов, она может зацепить вообще любого. Но, как показывают отзывы, даже не фанатов сетевых шутеров, единственное, как мне кажется, что может оттугнуть обычного человека от Battlefront – это сеттинг. Ну, есть люди, не нравится им sci-fi. Но в остальном она просто прекрасно вызывает какой-то невероятный шквал эмоций, охов, ахов, искренней радости. У меня, наверное, в последний раз такое было, вот, почувствую новизны и геймплея, и содержания, и того, в общем-то, общего эффекта, да, который производит игра. У меня такое в последний раз было, наверное, с третьим Battlefield, когда ты вот включаешь игру и понимаешь, что она просто фантастически сделана. Она сходу тебя цепляет на долгие часы, и ты просто-таки не можешь оторваться, как зомби, бегающий и сражающийся с противниками по ту сторону монитора. Противники рядом! Так, держать. Передатчик активирован. Защитите его. Причем, как это не удивительно, Battlefront на самом деле сильно отличается от того, что мы видели в Battlefield. DICE, на самом деле, про это говорили. Они говорили, что не хотят делать ту же самую игру, Battlefront будет другим. Ну, им никто тогда не поверил, даже многие приняли на вооружение эту фразу, начали ругать игру заранее, что Вот, мол, переодели Battlefield и выпустили. Подобную риторику, на самом деле, можно было применить скорее к оригинальным Battlefront. Первые две части делала в 2000-х компания Pandemic, и это был такой наглый, неприкрытый кмон Battlefield, который, на самом деле, супер дубово сделан был. С отвратительной графикой даже по тем меркам. Совершенно не передавал ни дух Звездных войн, ни атмосферу. Я очень хорошо помню, когда я в первый раз первый Battlefront запустил. Я тогда был большим фанатом Battlefield. Включил этот просто хамский, неприкрытый клон. Поиграл там полчаса и выключил. Правда, игра все равно продалась несколько миллионами копий, что неудивительно. Выходила новая трилогия Звездных войн. Ну, в общем, все, что было с надписью Звездные войны, покупали. Сейчас, в принципе, будет точно так же, даже годанки не ходим. Второй Battlefront Pandemic сделали уже получше, в него уже можно было играть. Но к тому времени игра совершенно бесконечно устарела технически, потому что делалась в первую очередь для PS2. И, в общем-то, играла в нее абсолютно такая незамороченная аудитория, которая главная, что было написано Звездные войны. В принципе, от DICE требовалось то же самое. Мол, сделайте Battlefield в оберке Звездных войн, налепите соответствующее название и продавайте кому-нибудь попади, что называется. Но они, к счастью, пошли куда дальше. Игрик крыл, захватил цель. DICE, не изменяя, в общем-то, собственным постулатам, собственному стилю, полностью переделали игру, придумали массу новых режимов, переначали кучу идей, да, там, из своего же Battlefield. И в результате получилась совершенно другая по духу игра и еще безумно красивая. Так держать. Передатчик активирован. Разведка сообщает, что где-то рядом охотник Боба Фетт. Будьте на чеку. При том, что стартует Battlefront с таким скромным достаточно набором карт, ну, как все сетевые шутеры, и здесь 9. В этой игре, на самом деле, безумное количество контента, режимов аж 12 штук, и каждый очень серьезно проработан с точки зрения геймплея. Даже простейшая вещь, обучение здесь превращено в уникальный экспириенс, который ты даже готов перепроходить. Собственно, если вы следите за всеми роликами, видели, как я проходил обучение. В станции организовали базу на дальнем конце периметра. Используйте шагоходы-разведчики для защиты AT-AT и раздавите предателей. Здесь это несколько миссий с абсолютно разным геймплеем и таким небольшим мини-сюжетиком. Миссии эти можно проходить как одному, так и с другом в кооперативе, и каждая вызывает бурю эмоций и детской радости. На одной миссии ты летишь там с эскадрильей икс-вингов, избиваешь вражеские истребители, при этом знакомишься с механикой воздушных боев. На другой летишь по лесам Эндера на воздушных мотоциклах с огромной скоростью, как, собственно, в шестом эпизоде «Звездных войн». И это настолько просто прекрасная, офигительная миссия, в которую вложено просто какое-то космическое количество труда, что ты ее прямо перепроходишь пять раз подряд, чтобы выполнить там все челленджи, заработать там максимум звездочек. На другой миссии управляешь там шагоходом AT-ST и мочишь различные виды врагов, повстанцев, авиацию, с помощью самых-самых разных видов оружия. На другой на Т-47 летаешь, обматываешь тросами ходячие AT-AT волкеры, как в пятом эпизоде «Звездных войн». Подтверждаю. AT-AT уничтожен. Еще на одной, либо в роли Вейдера или Палпатина, вторгаешься на повстанческую базу на том самом ходе и разносишь ее в пух и прах. И попутно, конечно же, знакомишься с механикой героев, то, что здесь есть герои с кинофильмом, у всех у них свои уникальные способности и геймплей за каждого отличается. И все это так называемое обучение, на самом деле, очень хорошо сделаны такие эпизоды сингловой игры. Если бы сейчас было начало двухтысячных, то к ним бы добавили еще несколько там пеших эпизодов и выпустили в виде отдельной игры с надписью «Shadow of the Empire». А здесь это просто такое вступление, которое знакомит с механикой игры и вызывает улыбку. Причем, если вы фанат «Звездных войн», то уже на этом этапе вам просто снесет крышу, потому что в каждой из этих миссий просто какое-то космическое количество труда. Практически каждый из них давит на какую-нибудь вот такую ностальгическую точку. Мастерски просто. Ты летаешь на «Х-Винге», да, там, забиваешь «Тайфайтеры» и вспоминаешь сразу, конечно же, «Х-Винг» и «Тайфайтеры». При этом, конечно же, поражаешься, насколько круто технически, визуально все это сделано. Кто смотрел стрим, я говорил, что я бы в детстве родителей продал, если бы мне такую игру дали. Когда ты едешь там на этом танке шагающем, в воздухе идет сражение двух крупнейших крейсеров, там, «Повстанцев» и «Империи». И, в общем-то, всю значимость вот этой панорамы, да, на заднем фоне могут понять только фанаты. А когда ты понимаешь, что вот на том «Стар-Дестройере» находится еще сам «Вейдер», все это выводит вот эмоции от простой миссии, где там, да, ходит робот и мочит «Повстанцев» и сбивает авиацию просто в космос. Не говоря уже о том, что, да, там, когда ты берешь «Вейдера» под контроль, начинаешь мочить всех этих «Повстанцев», а он, походу, просто отмачивает один коронный вайн-лайнер за другим. То есть он просто мочит фразами из фильма, ну, либо близкими к ним. Все это абсолютно идеально сочетается с игровым процессом, когда он там просто унижает этих «Повстанцев». При этом ты испытываешь просто космическую радость от геймплея, потому что идет чувак, там, лазерным мечом отбивает все летящие в него бнастерные лучи, куча трупов сразу падает, он там бросает меч, пять человек разом кладет, кого-то начинает душить. И все ты это делаешь сам, «Вейдер» это комментирует. Сопротивление бессмысленное. Слишком просто. Причем вот уже на этом моменте, моменте обучения, ты понимаешь, что эта игра, она вот бьет по двум фронтам. С одной стороны, в ней офигительный фановый геймплей, ну, скажите, кому может не понравиться, когда от одного твоего взмаха, там, пять чуваков падает замертво. И с тем, вот, что если ты фанат «Звездных войн», ты чувствуешь второе дно, да, вторую глубину. Ты понимаешь, что вот тот замес, да, который происходит, он происходит в ангаре из пятого эпизода «Звездных войн». И это выводит ощущение от уже крутого геймплея просто в космос. И вот это все распространяется на всю игру. То есть, если вы обычный человек и вам пофиг на «Звездные войны», я вот практически уверен, вы все равно оцените «Геймплей Баттлфронт». Потому что это суперфаново, это очень весело, это в хорошем смысле очень крутая, зрелищная, казуальная игра, в которой просто каждую секунду генерится миллион уморительнейших, крутейших моментов. Ну, а если ты фанат, это и вовсе уносит в небеса. С обучением такая вот одиночная кооперативная компания не заканчивается. Здесь еще есть два режима, которые можете играть в одиночку. Один называется «Сражение», где вы выступаете в роли командира одного из отрядов, с вами бегают АИ-болванчики, такой же командир есть с другой стороны. И ваша задача – перебить вражеских АИ-болванчиков и попутно подбирать с них вываливающиеся очки. Ну, это такой кинг-комформ из «Колл оф Дюти», когда ты убил. И еще нужно добежать до бездыханного тела убиенного. Казалось бы, да, по описанию очень простой режим, но дико играбельный, особенно когда вы играете против друга. Это настоящий челлендж, это очень весело. То есть, вы реально сражаетесь не на жизнь, а на смерть. Постепенно АИ-приспешники начинают повышать свой уровень, становиться более грозными. В зависимости от битв, вы можете играть за простого солдата или за какого-нибудь героя «Звездных войн». И там тоже у каждого из битв есть свои ачивменты, которые реально по хардкору очень сложно выполнить. И таких битв аж 6,8. Еще есть режим выживания. Это такой популярный несколько лет назад, да и до сих пор режим до сурвайвала, когда на тебя идут толпы врагов волнами, а вы там либо в одиночку, либо с другом должны от них отбиваться. И при этом с каждой волной все больше челлендж, все более грозные враги приходят, вмешивается техника. И тоже, на удивление, в это интересно играть. Это больше всего удивляет вообще в «Баттон Фронте», чтобы ты куда здесь не тыкаешь в этом меню, где вот так вот перед тобой 12 разных режимов игры. Ты вовсе тыкаешь, и все весело, и все проработано. И ты видишь, что за каждым режимом стоит труд. То есть это огромный шаг относительно того же «Баттлфилда». Потому что в «Баттлфилде», как они делали, у них была огромная карта. Дальше ты тыкаешь «Деф-матч», она там сужает, берется просто, да, какой-то ее кусок и на нем устраивается замес. Причем не всегда эта карта подходит до вот этой кровавой бани. Здесь же все абсолютно не так. Здесь вот просто видно, что каждый режим, каждая карта отточена по геймплею. Они реально парились, чтобы это было весело, супериграбельно. Ну и по возможности, если вы фанат «Звездных войн», доставлял он вам еще массу фан-сервиса. Реально, на каждой карте. И это все только начало, это только одиночные кооперативные режимы. Ну и дальше мы, соответственно, отправляемся уже в полноценную игру, в мультиплеер с такими, с первыми знаниями о механике игры. И там она снова удивляет, потому что здесь аж 9 мультиплеерных режимов, от 8 до 40 игроков на самых разных картах. И тут опять же все просто на любой вкус. Есть там типичный баттлфилдовский конквест-захват, да, здесь называется «Превосходство». Просто там захват и удержание точек на карте. Ну а что характерно, да, вот этот режим классический для баттлфилда, он здесь, ну, вообще не основной. Он таким не воспринимается, ну и, наверное, по количеству вложенных усилий и оригинальных каких-то идей он минимален. Он здесь исключительно фоном для фанатов дайса. Готовься к мощной атаке перцев. Время играет против них. Есть, конечно же, деф-матч, есть CTF, есть вариант захвата с движущимися точками. Когда по карте ходят дроиды, их нужно захватывать, они постоянно меняют свое местоположение. захватить этого дроида. Есть режим с падающими капсулами, как в Крайзисе, в Коу-Ов-Дюти, когда падает с неба капсулу, ее нужно захватить и удерживать позицию. Ну, то есть, есть по карте совершенно куча рандомных мест, куда что-то может упасть. К этому месту нужно всем бежать. Сначала грызть глотку друг другу за точку, а потом ее удерживать. Изверцы отбили спасательную капсулу. Нужно действовать быстрее и точнее. И все это только такой первый заход, классические режимы игры, которые между тем выполнены просто фантастически. С этой механикой Баттл Фронта они суперски играются, но, наверное, за исключением только похищения ботов, мне в этом режиме было как-то скучновато. Но дальше начинается оригинальное. Во-первых, есть режим эскадрильи, где в воздухе сходятся звенья вражеских и своих истребителей, начинается просто эпический махач. При этом с каждой стороны есть по одному супергеройскому какому-то кораблю, это может быть Millennium Falcon, там, Хана Соло, или у Империи корабль Боба Фетта, пердящий, с очень крутым звуком. Тебя взяли на прицел. Я пустил ракету. При этом во время боя постоянно взлетают вражеские свои челноки, и их нужно либо уничтожать, либо, соответственно, защищать. То есть это не просто какой-то халтурный режим, где просто в воздух всех запустили, вот можно в игре летать на технике воздушной и вот мочитесь. Это отдельный режим с отдельным геймплейом. Причем это геймплей воздушный в игре очень крутой, то есть это совсем не Battlefield. Это такая его спущенная с тормозов аркадная фановая версия. Все истребители, на которых ты летаешь, они отличаются от других. То есть у Империи свои способности, у повстанцев свои. Имперские истребители могут быстро ускоряться, икс-винги повстанческие могут включать щиты, когда по ним стреляют. Т-47 маскироваться, ну и так далее. Отбейте имперский корабль, пока он не ушел. И при этом, конечно же, нет никаких сложных щей с управлением. Все летают как хотят, кружатся на разной скорости. И бои вот просто фантастические, киношные получаются. Я просто с открытым ртом визжа каждую битву проходил. Ну и естественно, если ты фанат Звездных Войн, опять же, мелочами твой экстаз выводит на новый уровень, потому что когда ты сбиваешь Millennium Falcon Хана Соло, ты просто вопишь от радости. Ну не говоря о том, что есть вид от третьего лица, вид из кабины, и все они просто фантастически проработаны. Из кабины не сильно удобно управлять, но ты все равно каждый раз переключаешься на вид от первого лица, потому что он нереально зрелищный. Ну а главное, что в этом есть геймплей. То есть на тебя зашли, ты включил щиты, и если в тебя опустили ракеты, ты там сжимешь специальную кнопку, чтобы уворачиваться. Да, это все аркадно, это очень казуально, но это очень круто и работает. То есть то, что DICE не могут себе позволить в Battlefield, здесь они отрываются на полную. Сзади вражеский истребитель! Это казуальный шутер, но в правильном смысле, в правильном направлении. То есть они взяли, да, там, воздушные бои с батлы и превратили их во что-то супер захватывающее, требующее при этом скилла, но не требующее сильного превозмогания себя. Дальше по списку оригинальных режимов следуют герои против злодеев. Фановый вариант игры. Здесь сходятся две команды по шесть игроков, и при этом в каждой команде три героя и три телохранителя героя. И это просто Даора весело, потому что, ну, побеждает та команда, которая убьет всех героев. Герои эти все абсолютно разные. Люк, Скайуокер там с Дарт Вейдером дерутся на мечах. Причем дерутся по-разному. Да, Дарт Вейдер умеет душить, Люк раскидывать врагов. Принцесса Лея умеет ставить щиты и лечить себя и соподвижников. Дарт Сидиус, Император, жарит всех с помощью силы и умеет быстро передвигаться. Боба Фетт летает на своем ранце, что сделано просто потрясающе. Благодаря ему может запрыгивать на недоступные места, всех подал расстреливать спину, швырять взрывчатку и прочее. У меня послание от Вейдера. Хан Соло там меткий стрелок, король бластера. Ну, в общем, они реально все очень разные. За каждого героя свой геймплей, и в бою действительно по-разному каждый раз должен действовать. Потому что если ты Ханом Соло там выйдешь против Дарта Вейдера, ну, ничего не получится. В это играть просто чертовски весело. Причем, опять же, если вы фанат, будет масса мелочей. Начиная, да, вот с этих коронных фразочек персонажей, с которых вы будете угорать. Что у вас особенного, ваше высочество? До анимации, да, как они проанимировали героев, потому что у них все классические повадки. Для тех, у кого их не было, пришлось придумать, например, нельзя не угорать, как бегает Палпатин здесь, как пафосно прыгает Вейдер. И продуманы даже такие мелочи, что если есть там, да, в команде Палпатин, то те, кто играют, да, за простых имперцев, они могут стать тяжелым штурмовиком, его телохранителем, который будет такой, ходить от третьего лица из бластера тяжелого полета. То есть, опять же, тупец, как интересно, геймплейно навороченный сделан. И если вы фанат Звездных войн, то эмоции выводятся еще на новые уровни. Причем, если вы играете в игры по Звездным войнам с давних времен, то вообще вся геройская история с лазерными мячами очень сильно напомнит вам Джеди Найт. Потому что вот бои за Люка, за Дарта Вейдера, которые с мячами, они очень напоминают ту боевку, которая была в Джеди Найт 2. Только разве что без отлетающих конечностей, ну, это, к сожалению, рейтинги. Еще есть режимы охоты на героя, но это такой царь горы, когда 8 игроков охотятся на одного героя, и тот, кто его убивает, сам становится героем. Причем герои постоянно меняются. И это, опять же, гиго фановый челленджевый режим, в котором, чтобы победить, у кого будет больше фрагов, нужно не только метко стрелять, но еще подгадывать, какого героя себе лучше взять. Ну и, наконец, мы подбираемся к главному оригинальному режиму батл фронта, это атака шага ходов в Anker Assault. И он просто потрясающий. Это такое очень-очень сильное переосмысление Раша из батл филда, когда одна команда нападает на позиции другой, и нужно взорвать две точки. В данном случае все намного интереснее, этот режим был в бете, но мне кажется, тогда его еще не все распробовали, по крайней мере, я не распробовал. Здесь же я оценил его задумку, геймдизайнерскую глубину. На самом деле, он безумно круто придуман. Ну, во-первых, очень крутая идея, то, что по карте идут такие гигантские, здоровенные, шагающие танки АТ и Т, которые просто поливают все огнем, игрок может брать под контроль какой-нибудь и разносить все в пух и прах. Но они идут очень медленно, задача повстанцев их уничтожить. Чтобы уничтожить, повстанцы должны контролировать две точки на карте, после чего вызывается поддержка с воздуха, бомбардировщики игры Квинги сносят щиты ходячим танкам, и они становятся уязвимы для оружия игроков. В этот момент все должны на них накидываться, палить по ним из всех оружий, стационарных, переносных ракетниц, ну и, конечно же, состребителей, главный из которых Т-47 может, как в фильме, обмотать вокруг ног волкера трос, и тогда он завалится. Сделать все это очень сложно, это требует командных действий и фокусировки. И это безумно крутой режим, в котором все механики, заложенные в баттлфронт, выстреливают на полную. Просто каждую секунду игра генерит такие ситуации, которые, не знаю, в баттлфилде ты, ну, наверное, увидишь одну из них в несколько часов. Здесь же просто вакханалия происходит постоянно. Все взрывается, все полит. Просто достаточно зайти на YouTube и посмотреть те моменты, те ролики, которые случайно получались у игроков в этом режиме, когда там пафосно скачущего люка Скайуокера случайно давит когда тот же Дарт Вейдер идет по коридору и мочит 10 врагов подряд. Все это просто происходит постоянно. Каждый раз выглядит как-нибудь по-новому и просто выносит мозг. Ну, то есть, реально режим гениально придуман. Во-первых, относительно баттлы нету вот такого момента, когда заложили бомбу, она взорвалась и все, точка потеряна. Всегда еще есть время, пока не прошли эти шага охоты отбить эти точки. То есть, постоянно есть куски карты, на которых идет сконцентрированное сражение. При этом нету залепных моментов, когда, опять же, в баттле на этих точках все ложатся грудью. Потому что в тот момент, когда все-таки щиты снимают, тем нужно приключить свое внимание на другое. Ну и не говоря о том, что карты просто потрясающе сделаны. Их всего, к сожалению, четыре. Режим только на четырех картах доступен, но они гигантские, они супер проработаны. Там огромнейшее количество всяких туннелей, обходных моментов, точек высотных. Это, кстати, очень большое изменение в механике относительно баттлфунда, потому что здесь очень многоуровневые битвы. То есть момент, когда по вам кто-то стреляет из горы или вы там через туннели пробрались на базу повстанцев, а повстанцы такие сверху вас как в скале расстреливают. Такие моменты очень часто. Карты реально гигантские, когда Вонкер проходит две точки, как и в Раше, все смещается и смещается дальше, и тебе в какой-то момент кажется, когда же карта закончится. Они реально большие, и опять же, если вы фанат Звездных войн, они просто вынесут вам мозг. Они наполнены миллионом деталей. Если вы сражаетесь на Татуине, то там обязательно будет стоять Сент-Краулер, вокруг будут бегать эти джавы мелкие, когда до них дойдет битва, они будут сбегать, прятаться в этот свой ржавый самосвал. Есть офигенная карта на Сан-Ласе. Дайс говорили, что у них не будет пока космических боев, ну, видимо, движок не сильно для этого подходит, поэтому для фанатов, которые, конечно, хотели битву за Звезду Смерти, они сделали такую же карту, только на такой пустынной огненной планете, где декут реки лавы, но при этом весь инкураж напоминает Звезду Смерти. Ну, уж не говоря о Бендере. Если идет битва на Эндрит, то там есть, конечно, гигантские деревья, байки, все знакомые локации шестого эпизода, там, вид на озеро с тарелкой, тот самый бункер, где запалился Хан Соло, те самые поселения эвоков на деревьях, на которые можно забраться и там будут бегать эвоки, будут летать на своих самодельных дельтапланах и убегать при виде первой опасности. И при этом еще каждая карта она с разными погодными условиями в разное время суток. И вот то, что у тебя здесь 9 карт во всех этих разных режимах, которые предоставляют совершенно разную перспективу на них, кто в небесах, кто в деф-матче, в каком-то маленьком помещении на этой карте, кто в масштабном сражении. С учетом всех вот этих погодных и временных изменений, у тебя нет ощущения, что ты играешь на них в тех же картах постоянно. То есть дневной Эндер от ночного отличается просто разительно. Это ювелирная работа. Переди противники! Ну и не говоря о том, что выглядит это просто фантастически. Игра безумно красивая. То есть когда вы упадете на Эндер, у вас отвиснет челюсть. и я просто поражался насколько нереально круто они передали ощущение кинофильма в этой игре. Потому что даже те ситуации, когда в старых фильмах все стояли в коридоре и поливали друг друга из бластеров, они здесь в игре случаются. то есть они сделали так механику и так визуально все сделали что бой вот именно выглядит как в детстве когда с разных сторон просто несутся ураганные очереди кто-то там кричит падает все это в граде спецэффектов таких именно киношных с дымом с частицами и над этим они просто феерически поработали у тебя просто каждую секунду что-то взрывается падает дерево летят эти бластеры попадают в разные поверхности из них по-разному их частицы и картинка просто выглядит нереально потому что нельзя сказать что это какая-то новая супертехнология просто они на своем существующем движке Battlefield сделали что-то невероятное супер близкое к фильму и в а в а в а в а в а в а при этом собственно они внутри полностью переделали механику того как эта игра играется мастерный заряд летит через всю карту как бы вообще где бы вы не находились соответственно можно просто за километр стрелять человек и вы попадете но попасть будет сложно потому что оружие очень сильно друг от друга отличается его здесь не космическое разнообразие но каждый ствол абсолютно со своим характером со своим применением каждому нужно привыкать учиться с ним играть у каждого самый разный разброс и нельзя сказать что это такой тупой шутер без баллистики нет это наоборот очень крутой кузовальный шутер в котором с одной стороны да ты просто нацелился и стреляешь с другой стороны тебе с умом это надо делать в этом есть геймплей есть глубина ну и отдельная крутизна что многие пушки вызывают дежавю относительно Dark Forces с J.D. Night опять же то есть свои лазерные шотганы есть пушки которые зарядами в три разные стороны пуляют масса вещей для тех кто понимает ну и дальше вход еще вступает так называемая механика с картами звездными то есть всю прокачку весь билд персонажа дайс завязали на картах очень такая наглядная простая схема суть в том что вы набираете очки за время игры которые можете тратить на улоки разных карт и оружие ну с оружием все понятно за улочили выбрали но с картами все интереснее потому что две из них это какое-то снаряжение ну там например ракетница которая кстати и rpg и стингер в одном лице фантастика опять же позволяет сделать упрощение относительно баттлфилда без заморочек есть гранаты против пехоты против техники какой-нибудь особенный вид оружия однозарядного вроде снайперской винтовки при этом все предметы неодноразовые они просто через некоторое время перезаряжаются то есть с одной стороны да казуально с другой стороны круто фаново и весело то что ты кинул гранату и не надо никуда бежать через некоторое время она у тебя снова будет треть слот карты отведен под бафы бафы могут быть там разными чтобы оружие не перегревал у нас собственно это главный недостаток всех бластерных пушек они перегреваются когда они перегрелись идет миниграфт лидерс оф вовремя нажми кнопку чтобы его перезарядить другие бафы позволяют точно целиться ну и так далее есть еще четвертый тип карт который вы подбираете на поле боя и вот в них и лежат все основные плюшки то есть ракетница которой можно быть прямой наводкой термальная граната которая с отменительным звуком просто взрывается выжигает все живое также вы подбираете турели против пехоты турели автоматические против техники стационарные турели которые можно просто в любом месте поставить и жарить по вражине подбираете разведывателя дроидов которые помечают врагов в округе такими силуэтами и также совершенно подбирается возможность войти в технику то есть подобрали тай-файтер нажали кнопочку летить на тай-файтер или там шагаете на тест опять же относительно батлфилда гениальный апгрейд механики в батлфилде кто хочет поездить на технике всегда стоит на базе караулит еще все придурки в друг друга стреляют убивают только чтобы сесть вертолет здесь поскольку у нас фантастика и много условностей и вообще казуальная фановая игра сделан такой вариант с иконками и он реально более честный потому что иконки все время в разных местах появляются в том же вонкер осолте шагоходы двигаются вперед и иконки с ними тоже вперед двигаются и если воюешь увидел можно пошагать пострелять по вражине залез какое-то время пострелял после этого тебя в бой вернули мне кажется это очень честно хотя за иконку главной шагоходы идет недюжинная борьба но поскольку это казуальная фановая игра никакого френдлифайра нет своих убивать нельзя и соответственно бардака этого Battlefield тоже нет повстанцы задействовали передатчик нейтрализуй его чтобы защитить наши шагоходы в общем когда ты по мелочам смотришь на ту грандиозную работу которая проделала DICE не только по фан-сервису для фанатов Звездных войн а про выведению геймплея Battlefield на фузуальный фановый уровень где игра не прекращается ни на секунду у тебя нет никаких секунд респауна у тебя нет никаких задержек у тебя восстанавливались гранаты накапливались тебя убили ты появился у тебя не на том же месте где были накопления всех этих бустов в этой игре тебя вообще ничего не раздражает все безумно плавно круто быстрая загрузка идеальное меню в котором все просто и понятно и при этом в самой игре генератор абсолютно шикарных уникальных ситуаций просто постоянно происходит какой-нибудь беспредел от которого у тебя челюсть отвисает ты восторгаешься и жмешь кнопку записать чтобы выложить куда-нибудь на ютуб по-моему это ювелирная работа и вот сейчас ее умудряются некоторые критиковать что он опять 9 карт опять ничего переодели Battlefield вы посмотрите насколько гениально его переодели насколько внутри эта игра круто продумана насколько крутой в ней геймдизайн насколько просто выточен каждый режим это мастерская работа в моих глазах на самом деле DICE поднялись просто вот нагомываю выше относительно Battlefield потому что Battlefield очень комплексная игра с очень многими сложными взаимосвязями и механиками у нее много проблем много да вот как бы мест которые тебя раздражают но ты это понимаешь только играя в Battlefront в Battlefront ты играешь и понимаешь это меня всегда бесило да вот эта толкучка возле техники бах красиво взяли это исправили с респавном так же бах все починили все мгновенно ты просто постоянно играешь в эту игру получаешь от нее дикое количество фана единственное как я уже сказал на Е3 совершенно непонятно насколько всего этого хватит но честно говоря меня это даже не интересует то есть эта игра доставляет столько радости столько чистых эмоций которые я в последний раз не помню почему у меня так выход Battlefield 3 и Titanfall мне абсолютно не важно если эта игра мне через месяц надоест потому что за это время мне кажется она по эмоциям отобьется не 3 а все 10 раз ну и конечно DICE уже запланировали DLC современный наш мир коммерческий я сразу купил себе премиум чтобы не приставали в принципе зная то как DICE развивает свои игры что они сделали с Battlefield как они его накрутили я практически уверен что тот Battlefront который мы видим сейчас и Battlefront который будет через год это очень сильно разные игры и собственно уже объявили что вторая часть в разработке но это все понятно потому что Battlefront будет супер популярной игрой он не нуждается на самом деле в рекомендации но его и так вот купят фанаты Звездных войн просто оторвут с руками а теперь я но если вы не фанат Звездных войн я говорю вам советую попробовать может быть не купить а просто у друзей попробовать потом принять решение о покупке потому что эта игра дарит реально безумно крутые эмоции я всем советую но единственное что я все-таки фанат Звездных войн не могу здесь быть до конца объективным но повторюсь как мне кажется попробовать стоит отменять 10 баллов если вы фанат Звездных войн ну а если вы не фанат сами решайте сколько скинуть потому что ну я говорил десятка ставится не объективно это эмоциональная оценка нет игр у которых нет недостатков соответственно до десятки игру может довести только вот искренняя радость от играния в нее что я испытывал на протяжении нескольких дней чего и вам собственно советую на самом деле ну вот если почитать наш паблик очень много кто пишет я не фанат Звездных войн не фанат сетевых шутеров но в эту игру залипаю и это мне кажется показатель не позволяйте метеорж окончен спасибо что смотрели мы действительно вкладываем в эти сюжеты очень много усилий если вам понравился ролик не забудьте поставить лайк это действует на нас очень вдохновляюще ну и спасибо тем кто поддерживает нас именно благодаря вам мы можем вкладывать в эти сюжеты максимум усилий и превращать даже простые обзоры видеоигр в штучные произведения до встречи всем позитива играйте только в хорошие видеоигры ну и увидимся в следующих сюжетах метеорж метеорж у